Белая гвардия собирается в дорогу. Подходит старушка-прачка, приносит чистое белье. «Куда путь держите? В наступление знать?» Белогвардейцы в ответ. «Нет, бабуся, наоборот, мы отступаем. Верховный главнокомандующий арестован. Нет больше законной власти в России. Император расстрелян, верховный правитель в руках бандитов. Большевики идут по пятам». «Бросаете, значит, нас?» – говорит старушка. «Если нет больше царя, батюшки, за что же мы тогда бьемся?» «Ты, бабуся, не причитай. Лучше помоги нам с советом. Есть у нас золотой запас, накопленный на нужды белой армии. Не хочется, чтобы достался он красным. Подскажи, куда его спрятать? Место нужно надежное». «Как не знать, есть в наших краях озеро глубокое. Сурмакское называется. Вот на дне его схороните сокровища Йети. Дай бог, время от безбожников пройдет, и тогда вернетесь за этим кладом». Неизвестно, так ли все случилось. Колчаковцев ли это было золото или, наоборот, красноармейцев. Только среди старожил Соликамского района до сих пор, а в спрятанном на дне озера кладе легенда ходит. Вот только говорят, клад этот сейчас не найти, потому что в том месте, где он спрятан, двойное дно. Именно в этих краях столетия назад пролегал земский почтовый тракт, который по старинке тоже Бабиновской дорогой именовался. Тракт пролегал в восточном направлении, буквально в нескольких верстах севернее первоначального направления дороги, проложенной Артемией Бабиновым. В те годы движение по нему было достаточно оживленным и год от года возрастало. На территории современного Соликамского района на этом тракте земством было открыто три почтовых станции – городище Половодово и Сурмаге. Наша дорога лежит по земскому почтовому тракту. Нашим конечным пунктом будет то самое озеро, на дне которого спрятан легендарный клад. После городища первым населенным пунктом на нашем пути будет поселок Черное. На территории Соликамского района, где некоторые населенные пункты насчитывают не одну сотню лет, этот поселок является довольно-таки молодым, так как он основан в 1942 году трудоармейцами. Здесь находилось подсобное хозяйство, которым в основном работало немецкое население. Чем еще знаменит этот поселок? Он знаменит своими жителями. Здесь жил академик Академии медицинских наук, заслуженный врач Евгений Антонович Вагнер. Евгений Антонович Вагнер родился на Украине. Был участником Великой Отечественной войны. В конце 1941 года был отозван из действующей армии и отправлен в трудоармию. Вначале в Соликамск, а через несколько месяцев поселок Черное. Впоследствии он жил и работал в городах Березники и Пермь. Был ректором Пермского медицинского института. Награжденный орденами Октябрьской революции, Отечественной войны второй степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов, Орден Знак Почета. А теперь мы отправляемся в село Половодово, где некогда размещалась почтовая станция. Половодово Половодово впервые в письменных источниках упоминается в 1623 году. Селом, точнее погостом Половодово стало в конце 17 века, когда здесь построили деревянную Дмитриевскую церковь. В 20 веке это село было центром Половодовской волости Соликамского уезда и Половодовского сельского совета. С 2006 года оно – центр Половодовского сельского поселения Соликамского района. Село Половодово располагается на Неростовице. Эта река является притоком реки Усолки и по преданию это поднесение обосновали жители ростовской земли. В конце 19 века здесь было открыто народное училище, открытое Министерством финансов. А еще я слышала, что село знаменито тем, что в 30-х годах прошлого века здесь находился колхоз Трудовик. Позднее при укропнении он получил имя Черняховского. Ну а позже здесь уже разместился совхоз Половодовский. В 40-е и 50-е годы здесь работала Ворожиловская машино-тракторная станция, переведенная из Соликамского. А в годы Великой Отечественной войны здесь находились эвакуированные дети из осажденного региограда. Скажите, а это что за памятник? Этот памятник посвящен жертвам гражданской войны. В декабре 1918 года небольшой отряд в количестве 10 человек встретил белогвардейцев на окраине села. Но так как силы были неравны, многие попали в плен, затем их расстреляли на площади Половодова. А этот памятник, как я поняла, посвящен участникам и погибшим Великой Отечественной войне. Совершенно верно. А вот здесь рядом расположен музей, единственный в Соликамском районе. Может зайдем? Музей называется «Наш боевой и трудовой славы». Есть раздел, посвящен он половодовским ходокам. Это важная страница в жизни Половодова. Был собран сельский сход, на котором мужики решили послать троих самых достойных, самых грамотных, самых уважаемых мужиков к самому Ленину. Это были Санников Федор Самсонович, Михалев Григорий Иванович и Москалев Платон Павлович. Все они сумели добраться до Москвы. А здесь у нас, в Половодовской волосе, земли были захвачены лучшие кулаками, а некость и непригодные для посева хлеба земли были не вотребованы, они их отдали бедноте. Вот и решили навести порядок половодовские мужики. Отчего? Да как? Царь должен советски рассудить все по справедливости. Нужно сказать, что Владимир Ильич действительно принял меры. Из Пермского губкома сюда, в Половодово, был отправлен специальный человек, который навел порядок здесь. Земли были по новой разделены, покосы тоже. И мужики поверили Ленину. Федор Санников жил в деревне Попово-Останино. Именно туда мы сейчас и отправляемся. Деревня Попово-Останино находится в двух километрах от Половодова. Дом, который построил Федор Самсонович, стоит до сегодняшнего дня. Им больше ста лет. В нем проживает внук Ярослав. Сейчас этому дому 114 лет. Дедушка прожил 90 лет, который ходил к Ленину в 1920 году. Их было три ходока из Половодского области. Он был самый главный. У него было четыре класса образования. 56 лет было ему в ту пору. Три ходока дошли до Ленина. Ленин их хорошо встретил. Распросил, как живет местная власть на селе, как управляет. Не коммунисты ли вы? Мы три голоса сказали, нет. На книг бы о советской власти нам побольше. На второй день по указаниям Ленина было выдано полтора пудок книг каждому. У Федора Санникова было несколько дочерей. Старшей была Пелагея Федоровна Санникова-Шайн. Родилась в 1894 году. После окончания Половодовской школы училась на физико-математическом отделении высших женских курсов в Петербурге. Участвовала в Колчаковском движении. С 1925 года работала в Крымской обсерватории. Более всего в мире астрономии Пелагея Федоровна известна как «исследователь малых планет». Этих астрономических объектов ею открыто около 40, и более десятка получили окончательное наименование. Ее именем Пелагея названа открытая и изученная ею одна из малых планет. От Половодова на восток ведет дорога в поселок Усть-Сурмак. Путь совсем не близкий, около 20 километров. А поскольку дорога здесь очень сильно разбита, мы пересаживаемся на вездеход. Пелагея Федоровна Когда-то вдоль дороги стояли деревни Пайвина и Рогали. Последняя из них была очень долгое время центром сельского совета. Нынешний поселок Усть-Сурмак находится на берегах Лухой Вильвы. А первое поселение с названием Сурмак, через который проходил Бабиновский тракт, находится в верховьях реки Большой Сурмак. От поселка Усть-Сурмак в южном направлении мы с вами доберемся до озера Сурмакского. Это озеро имеет форму груши и в длину продвинулась на 500 метров, в ширину имеет 350 метров. В озеро впадает всего одна единственная река, которая называется Заозерной. Усть-Сурмак в южном направлении мы с вами доберемся. Значит, где-то здесь на дне и спрятан тот самый золотой запас. Вполне возможно, что так оно и есть. Но это место интересно для рыбаков, потому что здесь водится очень большое количество видов рыб. Не встречается только хариус. А чем же еще примечательно это место? Говорят, что озеро имеет два дна, что есть подземная река, которая питает это озеро. И предметы, которые могут утонуть, иногда появляются на дне этой реки, иногда бесследно исчезают. Или их можно найти в других местах. А вот тот самый торфяной островок, на котором растут березы. Кстати, они продают еще большую загадочность этому острову. При ветреной погоде остров движется, и по нему можно ходить. Как вы видите, значит, здесь встречается клюква, и удачливые посетители могут ей полакомиться. Озеро известно давно. Еще в 1666 году один из офицеров, отправляясь в Сибирь, описал его. Река Глухая Вильма с ее притоками была самым глухим местом до настоящего времени. Название реки как нельзя соответствует. Она и на самом деле на несколько десятков километров глухая. На много десятков километров по ее течению нет никакого человеческого жилья. Среднее же течение – это настоящие таежные джунгли, лес, болото. А если еще попасть в комарийный пик или в дождливую погоду, тогда в полной мере можно испытать чувство, когда в целом мире есть только ты, лес, река, небо и больше ничего. Нижние и верхние течения реки выглядят более живописно и привлекательно. Когда точно началось освоение этих мест, неизвестно. С археологической точки зрения эта территория представляет из себя совершенно белое пятно. Первое поселение здесь появляется в 1579 году. И это была деревня Немзя, которая располагается в нижнем течении реки Глухая Вильма. Именно сюда ссылали раскулаченных крестьян. Именно здесь, в поселке Сурмак, находился отец Юлия Харитонова, который был создателем первой атомной бомбы. Именно в мысе находился писатель эстонский, который написал записки серого волка, Ахта Леви. В 40-е и 50-е годы цепочка лагерей рассыпалась по берегам Глухой Вильмы. А мне интересен еще один факт. Почему исследователи считают, что в 11-12-х веках местную лиственницу отправляли в Европу? Действительно, в тюркских языках лиственница называется карагаем. А венецианцы называли ее пермским карагаем. Фактория венецианских купцов были расположены в Северном Причерноморье. И они стремились попасть на север, туда, где произрастало дерево жизни для их города. Именно этим можно объяснить тот факт, что в 14-м веке карта этих мест была составлена венецианцами. Как бы то ни было, до сегодняшнего дня остается тайной, как тысячу лет назад в Венеции узнали, что в наших краях произрастает настолько важное для них дерево, как лиственница. Сегодня мы перелеснули еще одну страницу истории Соликамского района. И чем дальше, тем интереснее. Что же нас ждет впереди? А об этом вы узнаете в следующей серии нашего путешествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok